Добрый день! Сегодня мы научимся с вами делать ирис из бисера. Для этого нам нужна классная лента любого зеленого оттенка, клей, бисер зеленого, желтого, фиолетового и сиреневого цвета, тонкая проволока и деревянная палочка. Также нам пригодятся ножницы. Работу мы начнем с нижних лепестков. Их должно быть 4 штуки. Вот такие они должны получиться. Для этого возьмем проволоку, согнем примерно сантиметров 10-15 и и оставим хвостик таким образом, скрутим, чтобы у нас крепко-крепко соединилась. Теперь на этот кончик мы надеваем 8 светлых бисеринок. 6, 7 и 8. Наше начало готово. Теперь нам нужно набрать на длинный кончик 6 светлых бусинок, затем одну темную, одну светлую, одну темную и одну светлую. Вот как должно получиться. Теперь нам необходимо проволоку соединить вот в этом месте. То есть мы теперь также крест-накрест и делаем два оборота. Один, два. Здесь у нас закрепилось. Теперь в обратную сторону идем точно так же. Одну светлую, одну темную, одну светлую, одну темную и дальше 6 светлых. Возможно получится не 6 светлых, а 5 или 7. Это зависит от величины бисеринок. Вот как я набрала. Теперь нам нужно в этом месте их также соединить, как и здесь. Делаем по оборотам. И второй ряд у нас закончен. Теперь дальше нам нужно набрать светлые бусинки, затем одну темную. Но светлых нужно набрать столько, чтобы темная потом оказалась под предыдущей темной. То есть количество определяете самостоятельно, так как бисер как правило разного размера, поэтому нужно подгонять. Так должно получиться. То есть у нас под предыдущей темной оказалась нынешняя темная бисеринка. Теперь мы набираем одну светлую и до конца темными. Вот я набрала темные бисерины. Теперь нам нужно на коротенький хвостик набрать одну темную бисеринку. Теперь нам нужно закрепить между собой уже выше нашей вот этой бисеринки. То есть также соединяем два оборота и идем обратно симметрично этой же стороне. Попробуйте самостоятельно. Вот таким образом должно получиться. Теперь нам необходимо сделать еще две стороны по подобию нашего нынешнего законченного ряда. Также набираем светлые бусинки, чтобы темная потом оказалась под предыдущей темной. Одну светлую и дальше темные до конца. При этом также набираем на коротенький конец одну темную бисеринку. Попробуйте. Вот так красиво у нас с вами получается. Теперь нам нужно набрать темный бисер, но так, чтобы он дошел примерно чуть больше середины. Вот так я набрала темный бисер. Теперь нам нужно нашу проволоку зацепить за рядом стоящий бисер. Только не за сам бисер, а между бисеринками. То есть обмотать буквально двух раз будет достаточно и обрезать. Два раза я обмотала, обрезала. Теперь осталась у нас проволока. Ее нужно сейчас здесь в конце нам закрепить. И так же другую сторону повторить, как здесь. Вот такой листочек у нас получился. Кончик я так же обмотала и обрезала. Таких должно быть четыре штуки. Теперь начнем делать маленькие лепесточки. Они будут верхние. Для этого мы наберем на короткий конец одну бусинку темную, девять светлых и одну темную. Вот я набрала. Теперь нам нужно пройтись черным бисером в одну сторону и в другую. Вот так получилось. Теперь нам нужно на короткий кончик надеть три темных бисеринки. Один, два, три. И так же темным бисером пройтись туда и обратно. То есть над тремя бисеринками. Вот так у меня получился листик. Таких листиков должно быть четыре штуки. Теперь сделаем тычинку. Для этого нам нужен небольшой кусочек проволоки и желтый бисер. Наберем шесть бисеринок и замкнем их в небольшой кружочек. Вот у нас тычинка почти готова. Теперь нам нужно прокрутить проволоку еще сантиметра три, чтобы у нас получилась аккуратная тычинка. Таких должно быть три штуки. Теперь мы с вами сделаем два вот таких листочка. Для этого нам нужно так же взять проволоку, потом набрать одну зеленую бусинку, пропустить ее, затем две зеленых. И соединить их между собой вот таким образом, то есть пропустить проволоку между двумя бисеринками. Вот таким образом. Теперь мы их подтягиваем к нашей одной бисеринке. Вот получился наш кончик. Теперь мы также возьмем три бисеринки. И так же между собой их соединим. Вот у нас образовался наш кончик. Дальше нам нужно набрать четыре, пять, шесть, семь и восемь. То есть точно так же по такой же технологии. Причем восемь бисеринок мы будем набирать семь рядов. Затем пойдем на уменьшение семь, шесть, пять, четыре, три и на этом остановимся. Попробуйте самостоятельно продолжить в этой технике. Вот у меня получился листик. То есть у меня получилось восемь рядов на увеличение. Затем у меня получилось семь рядов по восемь бисеринок. Дальше ряды идут семь, шесть, пять, четыре, три. Дальше уменьшать нам не нужно. Наши листики готовы. Для того, чтобы собрать нам наш цветочек, я взяла палочку и кончик обмотала атласной лентой. И, конечно, закрепила клеем. Теперь нам нужно присоединить наши тычинки. Так мы возьмем. Примерно сантиметра полтора. Вот так я приложила и обматываю вокруг нашей палочки. Вот так аккуратненько получается. Теперь нам нужно повторить также со следующими двумя тычинками. Таким образом у меня получилось сделать тычинки. Далее я точно таким же методом прикрепляю наши лепесточки. То есть тоненькие маленькие лепесточки мы делаем вверх. Также их обматываем. И чтобы они были друг напротив друга ровненько. Попробуйте. Вот я их прикрепила. Теперь нам нужно сделать также нижние четыре штуки. И между этим стыком их сделать. Так же друг напротив друга. Вот я прикрепила листики. Пока их расправлять не будем. Теперь нам нужно прикрепить наши листочки. То есть примерно вот на таком уровне. Так же одну сторону обкрутить другую. Вот таким образом я их рядышком прикрепила. Теперь возьмем атласную ленту. И пройдемся плотно. Вот так. Плотно-плотно. К нашей обвивке. Чтобы ее закрыть. Вот я прошлась. Теперь нам нужно закрепить ее клеем. Клеем я закрепила. Теперь идем дальше до конца нашей палочки. Аккуратно обходим наши листочки. И в конце также закрепляем клеем. И обрезаем. Так у меня получилось. В конце я закрепила. Теперь нам нужно его расправить. Листики поправляем. Нижние листочки мы подгибаем к низу. Аккуратненько. А верхние листочки мы наоборот делаем к центру. И вот такой красивый ирис у нас с вами получился. Спасибо большое за внимание. Всем пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok